Я вот задумался, чем я отличаюсь от всех других людей. Вот, например, смотрю интернет, читаю книги, смотрю таких лидеров мнений, смотрю учёных, смотрю людей искусства, изобретателей. И вот я вижу, что в основном все, в принципе, они повторяют одно и то же, только на разные лады, так сказать. Чем же я отличаюсь? Ну, во-первых, я придумал, что если человек в моменте своего состояния будет подбирать действия, которые синхронны с его состоянием в этом моменте, у него снижается нервно-психическое напряжение, то есть он выходит из стресса. И если он продолжает это делать, дальше, например, действием, которое настолько ему подходит, что он делает его без всяких усилий, делает почти на автомате, то он выходит на состояние нуля, это состояние глубинной душевной безмятежности. Это первое. Второе. Это я додумался, что сам подбор этих действий, которые человек здесь делает, в поисках того, что ему делать легче, приятнее, что хочется ему повторять, сам подбор этих действий среди миллиона других, сам этот подбор развивает его творческую составляющую. То есть он всё больше и больше открывает свои ресурсы творческие. Даже такие заторможенные, о которых он не предполагал. И третье. Практика нулевого состояния, когда человек выходит на состояние безмятежности из этого стресса, выходит на самое состояние глубинного покоя. Это состояние максимальной защищённости, это состояние надёжности, это состояние такой, ну, прямо сказать, нирваническое состояние, это нирвана. И вот если в этом состоянии пустоты, ну да, если в этом нейтральном состоянии, если в этом состоянии ничто, если в этом состоянии магическом состоянии, как иногда говорят, или состоянии оккультном, или состоянии каком-то эзотерическом, и так далее, и так далее, и так далее. Если в этом состоянии нирваны он подумает о волнующей его проблеме, которая его беспокоит, или вспомнит, или специально подумает об этом, то у него начинает формироваться доминанта. И в этом состоянии он выходит как бы в поток. Там возникает поточное мышление. Это состояние, ну вот, удивительное состояние. Там можно решать вопросы, которые до этого момента казались человеку вовсе недосягаемыми. Ещё что я придумал. Я придумал, что вот это состояние можно найти путём перебора различных действий с поиском такого, который вы делаете без всякого усилия, и повторять которое хочется. И это же состояние можно найти за счёт левитационных движений. Ну, это движение, когда вы представляете себе, например, что руки пошли, а не пошли на автомате. Это идеомоторный рефлекс. Или я ещё что придумал. Если они не пошли на автомате, значит, вы зажаты. Значит, вам надо раскрепоститься, вот так вот поделать, вот так подбивая руку, чтобы кисть была свободная, потом делаете узелки на память, разминаете пальчики, это переключатель и доминант. Все десять пальцев. И потом, что я ещё придумал. Оказывается, оказывается, когда человек развивается в этом направлении, когда он выходит на нулевое состояние из жуткого стресса путём подбора, на основе перебора этих действий, это новый принцип обучения, он выходит на нулевое состояние, и там может восстанавливаться. Да, а если не доспал, ему хочется спать, а если он давно не плакал, допустим, девочка, она начинает плакать, и это надо сделать. И таким образом восстанавливается баланс. Но самое интересное, прослушайтесь, самое интересное, если вы тренируетесь этим нулевым состоянием, решать какие-то вопросы, у вас развивается новая способность. Вы все другие вопросы, которые возникают в вашей жизни, решаете проще и эффективнее. Это очень интересно, друзья. Таким образом, это новое слово в науке, это новое слово в психофизиологии, в нейробиологии, в нейрокибернетике, в философии. Во-первых, потому что человек попройдет творец. В ней все стадии предшествующей эволюции, и этот потенциал, необыкновенно мощный потенциал, требует разрядки. И если человек не занимается любимым делом, а их должно быть много, это точки опоры, то у него и возникают стрессы. А когда он находит любимое дело, а когда он выходит на ноль, или потом вспоминает, что же он любил, например, в детстве, и потом берет эту детскую игру, например, он любил прыгать через скакалочку, или играть в классики, или, например, он любил машинки водить, или, например, он любил по канату лазить, или, например, холохоп крутить, или куклу качать. И вот он берет и моделирует эти действия 5 минут в день. То есть играет ту игру, которая в детстве ему была приятна, и он не задумывался даже о том, что это именно есть точка роста. И когда он делает ту игру, представьте себе, каждый день вы находите 5 минут времени, делаете приемы снятия зажатости, раскрепощения, добавляете узелки на память, выходите на состояние нуля, вспоминаете, что вы любили делать в детстве, и потом 5 минут моделируете эти действия. Например, любила женщина есть арбуз, и у неё платок был с такими узелками, она сидела летом на море, на пляже, ела арбуз. Я ей сказал, а у неё в этот момент была депрессия. Что ты любила? Когда ты была счастлива? Она говорит, когда ела арбуз и смотрела на это море. Я говорю, теперь смоделируй. Представь себе, что ты завязываешь этот платок. Она говорит, нет уже платка. Я говорю, смоделируй. Это значит, повтори все те действия, которые ты делала, но без платка. Арбуза нету. Смоделируй арбуз. Представь себе, что ты делаешь платок, надеваешь на голову, потом режешь арбуз, делай эти движения, она делает эти движения, делает эти движения, а потом вот так, раз, сделай. Я говорю, ты что делаешь? Она говорит, потекло. Вот она. То есть, это голограмма. И она попала из этой реальности, где она была в стрессе, она попала в ту реальность. И у нее включился механизм омоложения, у нее включились те гормоны, которые были в детстве, в юности, когда она была счастлива. Пошла регенерация, пошла восстановительная реакция, и она потом говорит, слушай, это так просто. А что люди так не делают? Да, они не играют в игры, которые играли в детстве, потому что взрослые. Им в голову это не приходит. Вот чего я додумался делать, друзья. Я вам сказал, первое, второе, третье, четвертое, пятое. А это все новое слово во всех книгах и в интернетах. Да. Прошу вас, возьмите это и пользуйтесь.